Доброго утра, родная, любимая республика! Наступивший день открывает свой занавес, и на горизонте уже виднеются яркие пятничные перспективы. Но для начала нужно рабочий день пережить, и чтобы получить положительный заряд, делайте телевизор погромче. Ведь в эфире программа «Утро Хакассии», и мы ее ведущие Ван Тинников и я, Ольга Семенова. Сегодня долгожданная пятница, 7 декабря. В этот день в далеком 1934 году был образован Красноярский край. Отчасти это торжественное событие относится и к нам, ведь наша республика добрые полсотни лет входила в его состав в качестве Хакассской автономной области. Наш регион отделился от края лишь в 1991 году, и спустя год в 1992-м получил статус республики. И теперь уже самостоятельный субъект Хакассия поздравляет своих дорогих соседей в Красноярский край с днем рождения. Эх, свой профессиональный праздник сегодня отмечают доблестные защитники воздушного пространства нашей страны, инженерно-авиационная служба ВКС России. 7 декабря считается им международным днем гражданской авиации. Пожелаем им ясного неба и крепкого здоровья. А вот те, кому небо только снится, чтят память мученицы Екатерины Александрейской, в народе прозванной санницей. Издревле она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. На Руси с этого дня начинались шумные гуляния на санях, и первыми в поездку отправляли молодоженов. А возвращаясь домой, наши предки устраивали пир на весь мир, и потом мучились от переедания. Вот-вот, а ведь надо сохранять баланс. Но сибиряки нередко отказываются от овощей и налегают на более сытные блюда и сладкие антидепрессанты. Результат снижения иммунитета и набор лишних килограммов. А они нам, согласитесь, ни к чему. Сейчас вместе разберем главные ошибки зимнего питания и выясним, как правильно выбирать продукты в морозы. Зимой организм требует больше жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов, чем обычно. Оливинную долю энергии нам дают жиры, как животные, так и растительные. Поэтому садиться на строгую диету в холодное время года – большая ошибка. В первой половине дня необходимо кушать крупы и фрукты. Во второй половине дня все-таки нацелить свой рацион или скорректировать свой рацион, чтобы мы употребляли больше белковой пищи, как раз в зимний период, и больше овощей. Стать веганом или сократить количество белковых продуктов с декабря по март значит ослабить защиту организма, потому что белки – это структурная единица иммунной системы, и все антитела состоят именно из них. В приоритете белки животного происхождения – мясо, яйца, кисломолочные продукты и рыба. Последние к тому же содержат витамин D, которого нам не хватает зимой, так же, как и солнышко. Короткий световой день вкупе с авитаминозом выливаются в депрессии. На помощь придут оранжевые фрукты. Они повышают настроение, улучшают общий эмоциональный фон. А мелкие цитрусы еще и создадут новогоднюю атмосферу. А вот сладости, которыми принято поднимать эндорфин и заедать зимнюю хандру, в конечном итоге принесут не пользу, а лишний вес. Набрать килограммы можно незаметно. В чай, на ложку сахара побольше, в обед вместо салата из овощей с сельд под шубой и здравствуй жирок. Не стоит обольщаться мыслью, мол, зимой под одежду не видно, а к лету похудею. Призываю всех все-таки двигательную активность не уменьшать, а ходить в зал, тренажерный зал. И все-таки те калории, которые мы набираем, постараться лишнее, от них избавиться. Витамины, микроэлементы и клетчатку можно черпать не только во фруктах, но и в замороженных ягодах и свежих овощах. Из последних предпочтение отдайте моркови, свекли и капусте. В идеале врачи советуют съедать в день 5-6 наименований фруктов и овощей в сыром, вареном или тушеном виде. Зимой человек нуждается в тепле, поэтому еду лучше употреблять теплую, только что приготовленную или хотя бы разогретую. Рассчитывать на согрев горячительными напитками не стоит. Эффективнее разгонит кровь горячий бульон или чай. Экзамен на водительские права в следующем году ожидает реформа. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает российская газета. Чего ждать от этого будущим курсантам? Ну, во-первых, планируется объединить воедино два этапа экзамена – автодром и так называемый город. Во-вторых, проверка некоторых элементов автодрома будет упразднена. В ГИБДД это объясняют тем, что ту же змейку, или иными словами, умение маневрировать, можно проверить и в городских условиях. У экспертов такие предложения вызывают много вопросов. Главный из них – безопасность. Ведь не секрет, что именно во время экзамена на площадке отсеивается сразу половина желающих получить права. Вот в любом случае переживать пока рано. Итоговый вариант постановления мы увидим не скоро. На рассмотрение проект документа МВД направят в следующем году. А там для Диш чего-нибудь да переделывают. Ну, лишь бы все изменения были к лучшему. Ну что ж, давайте узнаем, что в Хакасии произошло интересного. В Хакасии школы будут работать при любой погоде. А вот отправлять ребенка на занятия или нет – это уже решать родителям. Есть только рекомендации. Так ученики начальных классов могут пропускать уроки, если за окном 30 градусов мороза. При минус 35 и ниже разрешается не ходить в школу с 5 по 9 классы. А вот старшеклассники могут остаться дома только при 40 градусах ниже нуля. Решение об отмене учебных занятий и массовых мероприятий принимает директор школы. С начала работы горячей линии ЖКХ на телефон специалистов поступило свыше 600 жалоб. Часть претензий, как оказалось, не по адресу. Люди спрашивают про соцподдержку, выплату льгот, плохие дороги и задержку зарплаты. Вопросы, касающиеся отопления, остаются на особом контроле. При нестабильной температуре управляющие компании могут сами отрегулировать давление в теплоносителе. Этим отличились Абакан и Черногорск. А вот за воздушивание, протечки систем и освещение при домовой территории, то эти вопросы решаются в оперативном порядке. В ближайшее время Абакан примет огонь всемирной зимней универсиады. По улицам города его пронесут 16 факелоносцев, в их числе известные спортсмены республики. Один из них – пятикратный чемпион России, двухкратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Максим Прокофьев. Добавим, что огонь универсиады зажгли в сентябре в итальянском Турине. За это время он уже побывал в Китае, Казахстане, а также в российских городах. 21 декабря символ соревнований примет из столицы Хакасии. По всей Сибири установилась такая довольно крепкая зима. Столбики термометров повсеместно устремились к резко-отрицательным значениям, но это, похоже, вовсе не повлияло на расписание бурых мишек. В сети появилось вот это видео, снятое в тайге с квадрокоптера. На кадрах запечатлен медведь с явными признаками бессонницы. Сидя в своей берлоге и перекатываясь с одного бока на другой, животное не может найти себе места. Бедняга рискует попасть в число медведей-шатунов. Для Сибири и Дальнего Востока такое явление не редкость. Правда, самим бурым скитальцам от этого легче не становится. В поисках пропитания они частенько заглядывают к людям, но такие визиты ни для одних, ни для других безопасными не назовешь. И чего им не спится, ведь антициклон уверенно гонит в наши края трескучие морозы. Особенно сильно сегодня это ощутили жители сурового Норильска. Холодный ветер там дует с такой силой, что устоять на ногах крайне проблематично. Один шаг вперед, два назад. В своих попытках добраться хотя бы до соседнего дома мужчина не продвинулся ни на йоту. В итоге северный пешеход не выдержал испытания природы и сдался. Ну а в Хакасии 7 декабря повторение этого сценария не грозит. По республике будет безветренно и местами даже штиль. Зато холод не отступит. Средняя дневная температура по региону 23 градуса со знаком минус ночью до 30 и ниже. Ух! Ну а сейчас подробнее по территории. В Черногорске и Устебакане сегодня после полудня 25 мороза. Ночью столбики термометров опустятся до 31-33 градусов. Без осадков. В Сорске небо ясное, минус 23 днем и минус 30 ночью. В Саиногорске облачно, но без осадка. В днем минус 24, в ночные часы минус 35, тихий ветер. В Бее тоже морозное, минус 25 днем, ночью минус 32. Без осадков и малооблачно. В Белом Яре переменная облачность, бесснежно и штиль. Днем 24 мороза, минус 30 ночью. В Аскизе днем минус 25, в небе малые облака, без осадков. В Баграде также чистое небо, днем похолодает до 22 градусов со знаком минус. В Шира безоблачно, не будет и снега, дневное значение здесь минус 21. С наступлением ночи во всех этих территориях следует ожидать около 30 мороза. По базе погода почти ясная, день будет спокойным и бесснежным, а на термометрах минус 22. Солнечно и в Ташты, перед дневной градус минус 23, ночью минус 28. Не стоит ожидать осадков и жителям Копьева, здесь лишь будет дуть легкий южный ветер. Правда, жары он не принесет. В дневные часы минус 22, ночью 27 ниже нуля. В Абакане по-прежнему устойчивый сильный мороз, но на улице ни единого дуновения ветра. Штиль обещают. Днем на градусниках минус 25, ночью столбик термометра опустится до минус 33 градусов. Примерная облачность и высокое атмосферное давление. Но такая погода неминуемо вносит свои коррективы. Десятки автолюбителей сегодня остались во дворах домов, так как просто не завелись. Благо, общественный транспорт пока не подводит. Правда, не весь. Минтранс Хакайсии временно отменил рейсы ряда междугородних маршрутов. Без пассажирских сообщений остались в поселке Комунар, Шира, Сарала и Каратус. Прекратится движение автобусов и в город Ачинск. В таких условиях до местоназначения можно добраться, ну, наверное, лишь на лыжах или на санях. Но это надо быть очень отчаянным человеком. Но если вы один из таких и по воле судьбы вынуждены проводить в такую погоду много времени на улице, вам совсем не помешают советы из нашего следующего сюжета. Если человек готов к зиме, он будет тебя защищать. Но бывают случаи, когда от низких температур, в определенных ситуациях, по каким-то внешним причинам может человек оказаться и получить травму холодовую, так он назовет. Где мы сталкиваемся с переохлаждением? Это люди, которые находятся на рыбалке, сидят в палатке. Либо что-то пошло у нас не так. А что-то не так. На трассе перемело, машина стоит, топливо кончилось, переохлаждение. Человеку нужно обогреть это теплое помещение, по возможности сменить верхнюю одежду, напоить теплым чаем, ни в коем случае не форсировать согревание, а в комнатной температуре человек согреется, и все будет благополучно и хорошо. Теплая одежда сухая, смена одежды, в первую очередь, потому что та, которая вот до этого надета, она уже промелся. А какие-то есть экстренные меры, например, при обморожениях, например, конечностях? Трук, ног, может быть, еще часто, я, по крайней мере, слышу, что там нос можно отморозить. Какая первая помощь? Медленное согревание той же руки, кисти, ни в коем случае не нужно горячую воду уложить их. Максимум, что допускается, вот температура тела, 36 градусов в 37. То есть, по сути, греть руками? Может быть, руками же согреть. Почему нет? Да. А как-то, может быть, растирать вот это все? Нет, этого не нужно делать, потому что растирание шерстной вещью, руками, спиртом, как вы говорите, оно просто влечет за собой повреждения кожных подковов, хотя у нас в руках всегда имеются микробы на любом участке тела. И в последующем, если была глубокая степень обморожения, возможно, развитие воспалительных осложнений. А что делать с носом? С носом? Ну, к сожалению, если он обморожен, он потихонечку восстановится. Если даже произойдет отмирание поверхности своей кожи, ну, как правило, для всех очень хороших осложнений, очень быстро все восстанавливается. То есть физическая нагрузка помогает ли при... Конечно. Помогает? Да, в случае того, что если человек оказывается, ну, в том же салоне автомобиля, где кончилось топливо, ему там не нужно оставаться, ему нужно выйти, пройтись, то есть дать нагрузку, как говорите, физическую, для того, чтобы улучшить кровоснабжение. Алкоголь помогает ли при переохлаждении, либо, наоборот, усугубляет? Он будет, наоборот, усугублять состояние человека, потому как будут скрываться сосуды, которые находятся под кожей, а не есть алкоголь. А это привлечет за собой первое ощущение будет чувство жар, а в последующем потеря собственного тепла. Мы даем теплые напитки, чай, кофе, но ни в коем случае не алкоголь. Ну, друзья, делаем вывод. Во-первых, одеваемся тепло, одеваемся по погоде, мы же с вами сибиряки. Во-вторых, ни в коем случае в состоянии алкогольного опьянения мы не идем никуда гулять. В общем, друзья, здоровья вам и доброго утра. Ну что ж, предлагаем наполнить морозное утро ХК-СИ музыкальной энергетикой, ведь сегодня у нас в гостях солисты Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского Андрей Колобов и наша землячка Александра Черпакова. Друзья, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть у нас в гостях. Скажите, как дорога, вы буквально с дороги к нам пришли в студию, как трасса из Красноярска и как добрались вообще? Водитель расскажет нам, как мы добрались. В общем, в принципе, очень приятно приехать вам в Хакасию, солнечная. Ну, как впервые, не впервые у вас, но дорога очень солнечная была, вполне комфортная. Да, мы только проехали границу и сразу солнце так, а, Андрей такой, как хорошо, я говорю, добро пожаловать в Хакасию. А в Красноярске холоднее сейчас? Холоднее и пасмурнее, и ветреннее, как обычно. Печально. Понятно. Александра, но вы в Хакасии не впервой, да? Вы наша землячка, вы здесь родились, но потом уехали учиться в Уральский госуниверситет, в Уральскую госконсерваторию имени Мусоргского. Сейчас работаете в Красноярске. Почему не в Хакасии? Переманили ли вас? Я сказала сразу, как только в Хакасии построят оперный театр, наверное, пройдет пять минут, я соберу вещи и буду уже здесь. Ну, правда, потому что мы учились именно на оперно-театральное искусство, и хочется быть не только певицей, но и актрисой. И я не так уж и далеко от дома. Вы пришли к нам не просто так, дело в том, что 9 декабря состоится концерт в Республиканской филармонии «Сольный концерт» Александра Черпаковой, где выступит в том числе Андрей, и я знаю, что будут другие артисты. Расскажите, что будет в программе. Программа у нас получилась насыщенная, интересная, яркая, не побоюсь этого слова. Концерт пройдет в двух отделениях. Первое будут у нас отрывки из опер «Регалетта». Андрей, расскажешь дальше. Потом у нас будет «Дочь полка». «Дочь полка». И я спою «Бернстайн», отрывок из оперы «Кандит». А во втором отделении будут у нас романцы. Да. Первое отделение о нем хочется сказать особенно, потому что оно будет... Театральным. То есть мы решили не сделать это обычным концертом, а сделать это постановкой. То есть Юлия Белогурова будет нашим режиссером. Мы еще как бы обдумываем этот, мы еще в процессе находимся. Но думаю, будет очень интересно. Потому что мы привезли костюмы. Красноярскую специально, да? Да, специально, настоящие, театральные, да. Будет весело, все с движениями, ярко, красочно. Я думаю, что мы согреем зрителей своим творчеством. Мы уверены, что у вас очень богатые репертуары. Вы действительно порадуете всех зрителей. Но что больше всего вам нравится исполнять? Какое произведение? Может быть, споете и в нашей студии для наших зрителей? Запросто. Да, мы можем спеть. Начнешь? Конечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Браво, браво. Спасибо, спасибо большое. Ну, сейчас у вас есть как раз-таки прекрасная возможность прямо в эфире программы «Утро Хакассии» пригласить зрителей на ваш концерт. Дорогие землети, жители Хакассии, мы от всего сердца, со всей радостью, со всей любовью приглашаем вас на наш концерт, который состоится в Хакасско-республиканской филармонии имени Владимира Герасимовича Чаптыкова, 9 декабря в 16.00. Ждем ваши улыбки и аплодисменты. Ну, наши вы уже сегодня получаете прекрасное исполнение. Спасибо. Большое вам спасибо за эту энергетику, за настроение, которое вы нам подарили. Ну что, желаем вам творческих успехов и отличной пятницы. Спасибо. Сегодня у нас в гостях были солисты Красноярского театра оперы и балеты имени Хворостовского Андрей Колобов и Александра Черпакова. Вы же смотрите программу «Утро Хакассии», и сейчас поговорим о звездах, точнее, о том, что они нам обещают. Овны, ближе к вечеру узнаете приятную новость от близкого человека. Тельцы. Возможно, кто-то из бывших коллег сможет вам помочь в важном деле. Близнецы. Постарайтесь проявить больше понимания к близким людям. Раки. Сегодня держите все мысли при себе, особенно планы на будущее. Львы. Вы легко справитесь с любой умственной работой, если не будете лениться. Девы. Вечер проведите в семейном кругу. Весы. Постарайтесь быть максимально собранными и внимательными. Скорпионы. Постарайтесь конкретно изъяснять другим свою точку зрения. И не бойтесь задавать вопросы в том, в чем вы недостаточно компетентны. Стрельцы. Не стоит сегодня заниматься благотворительностью. Лучше позаботьтесь о себе любимом. Козероги. Главный совет для вас. Не расслабляйтесь и не потеряйте ощущение реальности. Водолеи. Если душа требует праздника, дайте его ей. Рыбы. Займитесь своим эмоциональным и физическим самочувствием. Чуть больше трех недель осталось до Нового года. За это время нужно много чего успеть. Ох уж эти предновогодние хлопоты. И подарки на всех родных и близких прикупить. Украсить дом елкой да гирляндами. Ну и, конечно же, праздничное меню продумать. Да, ты точно. Многие хозяйки уже сейчас студируют кулинарные ресурсы, читают рецепты, смотрят тематические программы и не вылазят из интернета. Мы тоже хотим внести свою лепту и подготовили для вас предпраздничный рецепт. Рубрика «Успеваем» продолжит. Сегодня вашему вниманию представим салат с авокадо, который не случайно многие называют мясом для веганов, суперфудом или витаминной бомбой. Почему? Да потому что в ценнейшем источнике растительного жира целый комплекс минеральных веществ и витаминов. Чего в нем нет? Практически нет сахара, поэтому полезный питательный фрукт в последнее время стал очень спопулярен. Салат с форелью и авокадо довольно дорогостоящий. К тому же авокадо для россиян мало известный ингредиент. Однако праздники для того и созданы, чтобы решиться на кулинарные эксперименты. Один из них сейчас перед вами. Очень вкусный, презентабельный, предельно простой в приготовлении салат, единственный минус которого – финансовые затраты. У меня вот малосоленая форель здесь. Ее режем кубиками. Форель, конечно, можно и самим посолить. Будет намного дешевле. Для этого режем филе на порционные кусочки. В отдельной миске смешиваем соль и сахар в пропорциях 2 к 1. Втираем в рыбу смесь, кладем ее в контейнер. И через несколько часов слабосоленая форель готова. У меня вот сейчас сыр вот в таких упаковочках, фитакса. Но его можно взять и такой кусочками, то есть порезать тоже кубиками. Я так для удобства взяла. Этот по происхождению средиземноморский сыр придаст салату насыщенность, пикантность, утонченность. И оттенит вкус авокадо, мякоть которого слегка напоминает маслянистый орех. Берем авокадо, надрезаем его напополам. Многие, кстати, не знают даже, как его чистить. Как это сделать удобнее? Да его не надо чистить. Вот вы его. Так вот это и здесь внутри вот такой вот кусочек семя. Если спелое авокадо, то есть вы вот так вот ложечкой его можете мякоть вынуть. А как определить, хорошее авокадо или нет? Ну, должно быть мягкое на ощупь. Однако, если от пальцев осталась вмятина, авокадо не годится. И обратите внимание на кожуру. Она должна быть чистой, гладкой, без лишних трещин. Раньше даже знать не знали, что такое авокадо. Надо сказать, родина этого экзота – Мексика. Поэтому мир с ним познакомили ацтеки, которые использовали продукт в качестве афагезиак. Кстати, в переводе с их языка название авокадо означает яичко. Есть и другое – аллигаторова груша, так как растет на дереве, очень напоминающим лавровый. Долгое время авокадо считалось орехом. Позже его приравнивали к овощам из-за несладкого вкуса. Но все-таки авокадо – это фрукт. Ну, вы делаете себе салаты с авокадо? Да, я делаю салаты, ну, как сказать, я делаю с креветками. Но сегодня у меня как бы в холодильнике креветок не оказалось, а оказалось форель. Разницы нету. Авокадо очень хорошо сочетается с морепродуктами, с любыми. Будь это кальмары, будь это рыба, будь это креветки. То есть смело можете смешивать. Добавляем майонез сюда. Если есть, можно еще оливки. И все перемешайте. В наши импровизированные тарталетки мы укладываем начинку. Это так вот, для красоты. Если кто-то любит этот салат, можно слегка сбрызнуть соком лимона, придав ему легкую кислинку. Получится очень вкусно. Заинтересовались? Тогда вперед на кухню готовить. Успевайте. Вы смотрите «Утро Хакасии». Приветствуем всех, кто к нам только что подключился. И вот чем мы спешим с вами поделиться. 8 декабря любителей национальной эстрады ждет большой концерт. Студия эстрадной хакасской песни «Хайджи» покажет свои лучшие номера. «Хайджи» — это уникальный проект, участники которого не профессиональные артисты, а любители. Однако их мастерство исполнения просто поражает. 9 совершенно разных людей, среди которых профессиональный музыкант, врач, домохозяйка, машинист крана, преподаватель иностранных языков, пенсионеры и студенты. Всех их сплотила любовь к музыке и проект «Хайджи». У нас самодеятельное творчество, народное творчество в этом плане. И как раз мы хотели показать, насколько талантлив народ, жители нашей республики. Я боготворю всех, потому что в каждом есть своя изюминка, свой имидж неповторимый, который только связан с его тембром голоса, с его образом. Театр «Студия Хайджи» образовался 27 лет назад. Группа не раз становилась призером различных конкурсов, как республиканских, так и международных. Состав коллектива тоже менялся, но всегда в него входили те, кто своим творчеством добивался единственной цели — не просто нести хакасскую культуру в массы, но и сделать ее современным трендом. Четыре года назад руководителем «Хайджи» стал народный артист Герман Танбаев. Сейчас под его крылом работают восемь исполнителей. Несмотря на свою непохожесть, эти люди легко сработались, а если точнее, спелись. Когда мы репетируем, мы все очень хорошо чувствуем друг друга, потому что либо петь сольно и петь с командой — это совершенно разные вещи. Нужно услышать каждого. Этому очень тяжело учиться. В репертуаре студии более 70 народных авторских песен, которые вошли в золотой фонд хакасской культуры. Каждый участник проекта интересен по-своему, со своим стилем исполнения, а все вместе они придают особый стиль и хайджи. Каждый привносит что-то свое, свой колорит какой-то, так же, как в коллективном пении, свой тембр. 8 декабря Хакасский театр-студия презентует недавно вышедший аудиоальбом. На концерте, который состоится в Большом зале Республиканского Дома культуры, поклонники услышат и новые, и уже давно полюбившиеся песни. В этот же день произойдет еще одно важное событие. Коллективу присвоят звание «Народный». Это значит, что его творчество оценили не только многочисленные зрители, но и профессионалы. Замечательная такая легкая песня. Вот слушаешь ее, буквально погружаешься в параллельный мир. Ой, ну страшно даже представить, что может твориться сейчас в параллельной реальности, если она, конечно, существует. По крайней мере, в нее верили наши предки, издавна соблюдая и почитая традиции. До наших дней сохранились несколько основных ритуалов, которые являются самыми популярными у коренного населения республики. Это обряд челома, аба, кормление огня и окуривание. А если параллельный мир и вправду существует, какое наказание может ждать, скажем, путника или туриста, не совершивших действия под названием сек-сек? О каждом из этих ритуалов Михаил Мерзликин, автор и ведущий программы «Загадочная Хакасия», расскажет сегодня ровно в 20.00 на телеканале РТС. Не пропустите? Свои традиции есть и в нашей программе. Например, каждую пятницу мы с огромным удовольствием знакомим вас с афишей на предстоящий уикенд. Смотрите и планируйте. В субботу и воскресенье в Абакавской картинной галерее мастера декоративно-прикладного творчества покажут свое мастерство. На ярмарке «Новый год к нам мчится» посетители смогут посмотреть на творческие работы и приобрести лучшие поделки в качестве подарка к Новому году. В галерее будут представлены различные изделия из дерева, шерсти и глины. Это украшения, открытки, игрушки, шарики и многое другое. В воскресенье приглашаются все желающие на Иргаке. Цель путешествия – освоить азы катания на сноуборде. Группу будет сопровождать профессиональный инструктор, занимающийся обучением катанию на доске более 10 лет. Организаторы предоставляют скидку на прокат снаряжения. С собой иметь одежду по погоде, если есть снаряжение, документы и что-нибудь перекусить. Тем, кто не боится морозов, можно покататься на коньках. На стадионе стоянный входной билет 70 рублей на локомотиве 80. И там, и там работает прокат инвентаря и заточка лезвий. Более комфортные условия предлагает спорткомплекс ЦСКА. Один час катания – 150 рублей. Детям – в два раза дешевле. Любители кино ждет премьера «Хроники хищных городов» – лента о том, как мир настиг апокалипсис. Люди стали жить по иным правилам. Гигантские мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Главный герой оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется симпатичная криминальная бунтарка. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее. О как! Пусть рабочие часы наступившей пятницы промчатся молниеносно, чтобы как можно скорее уже приступить таки к развлечениям уикендов. Желаем вам отличных выходных. Ну а в понедельник встретимся с вами вновь в это же время на РТС. РТС.